От какой горной системы происходит название горных лугов, покрытых травянистой растительностью и расположенных над верхней границей леса? В воскресенье, а в аудитории Алтайского госуниверситета нет свободных мест. Среди присутствующих школьники, студенты, преподаватели, пенсионеры. Как нам признались сами участники, диктант – хороший способ проверить себя и узнать что-то новое. Учитывая, что я еще студент географического факультета, то проверка этих знаний – проверка моей профессиональной компетентности, насколько я действительно знаю свою страну. Диктант анонимный. По традиции 30 вопросов разной степени сложности, которые поделены на два блока. Некоторые сопровождаются картами и изображениями. Организаторы отмечают, для решения заданий не требуются специальные знания. Главное – сообразительность и умение мыслить логически. В Алтайском крае в этом году к диктанту присоединились новые площадки в Аллейском, Топчихинском и Ребрихинском районах. Всего в России количество площадок перевалило трехтысячную отметку. Для сравнения, в прошлом году диктант написали более чем на двух тысячах площадок. К слову, акция стала поистине международной. Если в 2017 году участие в ней приняли 25 стран, то в этом уже более 80. Новые площадки были зарегистрированы в Европе и азиатских странах. Узнать о результатах все участники смогут на официальном сайте мероприятия 30 ноября. Анастасия Бертенева, Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.